Всем привет, дорогие друзья! С вами Солнечный Геленджик. Пока еще я тут нахожусь. Ну и, наверное, последнее видео обзора для контраста другого пляжа, который находится в районе Толстого мыса. Это один из пляжей таких нормальных, тут я купался. Но этот пляж уже галечный для харкорщиков. Для начала посмотрите, какой вид. Сколько всяких яхт, кораблей плавает. Там бананы всякие, катера и так далее. Вот такой вид на горы. А мы спускаемся, сейчас будет трясти. Старайтесь смотреть не на полном экране. Это один из входов на этот пляж. Просто там не буду снимать вход, сады морей написано. Пляж называется сады морей. Без стабилизатора, напоминаю, снимаем. Поэтому старайтесь смотреть не на полном экране, а то башка закружится. Значит, по лежакам, по всяким этим расценкам, примерно все то же самое тут. Вот. Несмотря на то, что это уже галечный, ребята, пляж. Я тут еще смотрю против солнца, чтобы мне не споткнуться ни обо что. Поэтому за дергание, опять же, ребят, приношу свои заранее извинения. Галечка сначала идет мелкая, но ближе к морю уже более крупная. Сейчас мы с вами пройдемся в те края, где я купался. Где пошире, где поменьше народу. Народа очень много. Сегодня 13 июня 2021 года. Здесь главное не споткнуться. Вот там опять музыка играет. Давайте-ка пройдемся около воды, чтобы YouTube, не дай бог, не забанил. Вход в воду здесь довольно-таки тяжелый. Несмотря на то, что в этой части пляжа галечка довольно-таки мелкая. Посмотрите, какая. Вот буквально. Но есть попадаются и крупные камни. Когда вы входите в воду, внутри, во-первых, вход очень крутой. То есть буквально несколько шагов вы делаете, вы уже с головой можете окунаться. И, как говорится, здесь вас могут поджидать в прямом смысле слово подводные камни. Тут есть такие участки очень коварные, с огромными валунами внутри, об которые можно хорошенечко так ноги рассадить, если неосторожно входить в воду. Пойдемте-пройдемся вдоль пляжа, народ отдыхает. Сделали длинные выходные просто в Москве сейчас. И я так чувствую, что очень многие из Москвы прилетели, очень много народу. Просто тьма тьмущая народу. А я в красах прогуливаюсь, потому что уже не купаюсь. Я считаю, что все хорошо в меру. А то здесь реально сейчас нету пекла, даже днем. А ветер дует с моря. Очень прохладный. И простудиться, и заболеть, ребят, проще простого. Поэтому те, кто приезжают... Да и, кстати, загар очень хорошо прилипает, на самом деле. Очень хорошо. Главное, еще и не обгореть. И не простудиться. Две главные задачи, когда вы приезжаете на море. В принципе, в любой регион. За границу или к нам. Несмотря на то, что температура воздуха сейчас, как правило, держится 25 градусов, температура воды в последние дни немножечко поднялась. Была 21, стало 23. Ну вот, инфраструктура пляжа. Вот такая. Опять же, куча лежаков. Все уже подготовлено. Сезон уже открыт давно. Давайте мы вот здесь пройдем. Я вам покажу место, где я купался. Чилим, смотрим, гуляем. Здесь мне что нравится? Вот здесь, на этом пляже. Вот здесь в горшочках посадили такие вот, по-моему, это кокосовые пальмы. Маленькие. Они, правда, не растут. Их на зиму нужно укрывать, потому что здесь зимой минусовая бывает температура. Кстати, веерных пальм здесь тоже очень мало. И они очень дохло выглядят. Поскольку их тоже на зиму желательно укрывать. Такие вот хорошие пальмочки здесь интересные. Вот тут тоже шатры поставили. Кстати, недавно поставили совсем. Потому что я не видел их в прошлый раз, когда здесь купался два дня назад. Ну, может быть, просто про это прозевал. Вот раздевалки, все работает. Как обычно, вышка спасательная. Опять же, пляж не дикий. Пляж относится к отелю Сады Морей. Даже на раздевалках он там написан. Здесь идет граница Сады Морей еще с одним пляжем, который не помню, как называется, правда. Вон в том, в той кафешечке я один раз там кушал, коктейль выпил, мохито. Но только это не алкогольный коктейль, он просто так называется. Это, короче, делают мяту с лаймом и спрайт. Ну, прикольно. Он освежает, конечно, утоляет немножко жажду. Он сладенький такой, своеобразный. И сэндвич тут ел. Правда, его очень неудобно было есть. Из него все течет. Соусы там всякие сырные. Поэтому я забил на это дело. Я там на центральной площади обычно блины беру и ем. Очень вкусные блины готовят. Очень крупные. Прямо одним блином можно наесться очень хорошо. Вот. Вот в этом районе я купался как раз таки. И давайте я вам покажу. Здесь поменьше народу. Как раз я такой человек. Я не люблю, когда много народу. Я всегда стараюсь идти туда, где народу поменьше. Это как бы не фобия. Это просто, ну, такой легкий социопат я. Хотя на концерт, всякий рок-концерт раньше ходил нормально. Ну, одно дело на концерт идти, когда уже ты знаешь, что там будет куча народу. А другое дело отдохнуть, почилить на пляжах. Вот. Да, именно в этой локации я купался. Здесь очень широкая часть пляжа. Но это галечные. Видите, какие? Здесь в шлепанцах ходите. Те, у кого нежные ноги, пожилые люди там и прочие, кто страдает. Здесь для хардкорщиков пляж, я сразу говорю. Для хардкорщиков. Кто не боится. Я ходил прям без шлепанец. Ну, больновато немножко, да. Но это как массаж идет. С одной стороны тоже полезно. Вот здесь я входил в воду. И здесь я вам скажу, нужно очень осторожно входить в воду. Потому что булыжники под водой примерно в метрах двух от наката волны очень попадаются крутые и крупные. Но здесь меньше народу. Хотя сейчас, вот смотрите, обратите внимание, сколько сейчас народу и здесь даже отдыхает. Я говорю, народу очень приехало. И это буквально вот было когда. Вот сегодня воскресенье. До с позавчерашнего дня началось. Я-то прилетел во вторник еще. И было народу поменьше. Там внутри. Вот такие, кстати, сюрпризы тоже могут попадаться на этом пляже. Видите, какой камень торчит. В целом отсюда открывается такой вот вид на город. То есть это район именно Толстого мыса. А так по инфраструктуре все, в принципе, везде одно и то же. Зончики, лежаки. Навесы тоже есть. Но здесь еще-то меньше, чем на центральных пляжах. И вот такая крупная-крупная здесь в этом районе галька. Поэтому, ребята, я говорю, ходите в шлепанцах. Ну, кто не боится, ходите просто осторожно. Вот, ногам немножко так. Ну, когда привыкаешь, на самом деле, полчаса так, минут 15, наверное, походишь. Уже как-то ноги привыкают. Но все равно шанс ссадину получить на пальцах там и так далее очень большой. Поэтому я больше все-таки предпочитаю песочный пляж. Несмотря на то, что вот здесь купаться гораздо более выгоднее в том плане, что здесь в районе Толстого мыса, как я уже говорил в прошлом видео, вода считается более чистой местными жителями. То есть здесь меньше грязи прибивает, весь, весь, все течение идет туда дальше. И уже у Тонкого мыса прибивает там вообще мрак. Наверное, в следующем видео покажу вам Тонкий мыс. Там пляжи тоже в основном галечные, вот такие же. Но вот так вот. Вот так, дорогие друзья. Все, ставим лайки. Так что выбирайте, выбирайте. В Геленджике можно выбрать и галечные, и песчаные пляжи. Кому что больше нравится. Я попробовал эти идеи. Я лично для себя больше решил плавать и купаться на все-таки песчаном пляже. Но с условием тем, что я не ныряю и не глотаю воду. Если вы ныряете и глотаете воду непроизвольно, то лучше, конечно, вам купаться здесь. Поскольку здесь вода чище, и здесь различную инфекцию вам подхватить будет меньше шансов. Хотя, конечно, вы ее подхватите, так сказать, если наглотаетесь воды. Но все равно. Здесь вода почище будет. Все. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok